Доброе время, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о массаже, напомню, детей в возрасте до 9 месяцев, от 6 до 9 месяцев. И мы с вами остановились в прошлый раз, закончив массаж живота, определенное упражнение. И следующее упражнение – это приседания с прогибанием позвоночника. Опять же, мы уже говорили о том, что такое упражнение мы делаем раньше, но в этом возрасте мы это упражнение усложняем. Каким образом? Ребенок уже более самостоятельный, и мы поднимаем его за одну руку, например, придерживая колени одной рукой, второй рукой он хватается сам за ваш палец, обычно большой. Вы можете страховать, придерживая его не за кисть, а еще раз напоминаю, а за предплечье. Предплечье – это вот, от локтя до лучезапясного сустава, часть руки на зад с предплечьем. Для тех, кто не знает или забыл анатонию школьную. Так вот, держась ребенок сам, и мы его поднимаем, придерживая колени. Но не надо доводить его до конца. Поднимаем чуть-чуть для напряжения мышц брюшной стенки. И дальше опускаем так, что он ложится на одну сторону. Допустим, на правую сторону, переворачиваем на спинку, осуществляем ситуацию с другой рукой. Он ложится, поднимается и дальше опускается, переворачиваясь на бок, вот сюда, на другую сторону. То есть, получается, что мы поднимаем его постепенно, переворачивая туда и сюда, на одну и на другую сторону. Значит, следующее упражнение, которое мы осуществляем, это поднимание прямых ног. То, что мы делали до сих пор, мы ноги сгибали в коленях и в тазобедренных суставах. Сейчас ноги выпрямлены, и мы поднимаем ноги до угла 90 градусов. Берем за голени. Большие пальцы находятся на пятках, остальные пальцы находятся в районе коленной чашечки, для того, чтобы он не сгибал ноги. И поднимаем ноги до угла 90 градусов, прямые, и опускаем их обратно. Задерживая на 1-2 секунды, сказали, 21-21, и опускаем ноги вниз, расслабляя, кладя их абсолютно полностью на поверхность. И такое упражнение мы повторяем до 7 раз. Значит, дальше мы переворачиваем на живот. И вот смотрите, у нас есть упражнения и на спине, и на животе. То есть ребенок как бы в процессе зарядки довольно часто переворачивается со спины на живот, с живота на спину, но это неформальный переворот, и это не вы его крутите, а вы используете это как упражнение, которое мы говорили. Допустим, поддерживая и переворачивая его на живот, осуществляем следующее упражнение – поднимание туловища из положения лежа на животе. То есть, держа его за ладони ребенка, большие пальцы в ладонях, или можно средний палец, если удобно, в ладонях ребенка, он сжимает кулачки. Вот. Дальше остальными пальцами придерживаем его предплечье и поднимаем руки через стороны вверх, слегка тянем. Голова откинувается назад, или пятки упираются, они могут упираться в нашу грудь. Да, вот мы это делаем. И мы поднимаем ребенка до тех пор, пока он встает на коленке. Ему будет неудобно и тяжело, и он встанет на коленке в положении лежа на животе. Еще раз. Смотрите. Ноги опираются. Я поднимаю, да, удерживаю таким образом, что он встает на колене, ну, в таком положении. Такое упражнение достаточно тяжелое. Мы делаем всего два раза. Не надо делать больше. Дальше возвращается на положение лежа на животе. И мы переворачиваем. Подводим руку под живот и паховую область. И помогаем перевернуться ему на спину. И переходим к массажу груди. Укрепляем мышцы грудной клетки. Проводим поглаживания круговые. Дальше вибрационные массажи. Немножечко пиление, немножечко пощипывание. Все это осуществляется по часовой стрелке вдоль большой грудной мышцы. Да, и заканчивается каждая манипуляция. Заканчивается поглаживание. Опять же, по часовой стрелке. Такие приемы. Все три мы осуществляем где-то до, по три раза. Значит, следующее упражнение с положением лежа на спине – это положение приседания с поддержкой за согнутые руки. Значит, даем ребенку возможность ухватиться за ваши руки. Разводим широко в стороны руки и просим ребенка сесть. Если малыш с заданием справляется хорошо, то можно в руки дать игрушки, погремушки. Вот, и использовать в качестве опоры, за что мы тянем не кисти и предплечья рук ребенка, а те игрушки, которые он удерживает. Но они должны быть удобны для захвата. То есть, опять же, развивая хватательные движения мышцы пальцев и кистей. Такое упражнение мы повторяем два раза. Следующее упражнение, которое делает ребенок в этом положении – это круговые движения руками. Она описана выше, и мы об этом говорили уже раньше. И где-то после 7,5-8 месяцев это упражнение можно усложнить, дав в руки ребенка игрушки в виде колец, например. Очень хорошие кольца, которые он в рот берет и так далее. Кольца от пирамидки можно дать небольшие. Он их хватает, и мы, держась за эти кольца, осуществляем вращательные движения рук ребенка. Значит, мы с вами разобрали комплекс упражнений и массажных движений малыша от 6 до 9 месяцев. И на следующей нашей встрече мы продолжим разговор дальше. И вы познакомитесь с тем, как осуществляется работа, зарядка с детьми более старшими. И мы, так сказать, с вами всегда рады увидеться. Я надеюсь, что вы уже активно начали работать с детьми соответствующего возраста. И мы будем рады видеть результаты ваших усилий. На этом мы с вами прощаемся.